Даже для руководителя такого уровня, как Владимир Павлович Свеженец, знакомство с таким медицинским центром, как Анапская София – настоящее открытие современных возможностей медицины. А уж для анапчан и гостей курорта это будет настоящим шоком. В хорошем смысле слова, конечно. Во всяком случае, мы такое испытали. Оборудование, шагнувшее в будущее, тщательно подобранное в мировых клиниках и научно-исследовательских центрах, подсмотренное в передовых и самых дорогих медицинских здравницах мира, установили в пансионате «София», пожертвовав номерным фондом. У них в основном ехали люди не для лечения, это принцип пансионата. Они сейчас хотят перейти на принцип санатория. Конечно, показывает такое учреждение гостям курорта – настоящая гордость для главы города. Сергей Павлович его и не скрывал. Ведь не только оборудование, но и специалисты были выписаны из разных уголков страны. Откуда приехали? В Куркос. В Куркос. В Куркос. Здравствуйте. В Северное, все, приехали. Да, приехали почти год назад. Год назад. Уже привыкли? Уже выклись, уже устроились. А вы все время жили, да? Да. Даже лучше, чем прежде. Вы правильно выбрали место жизни, оно очень комфортное. Часто приходится выезжать, видеть, но компактно собрать, все это установить. И самое главное – найти людей, персонал, который бы умел работать, врачей, средний персонал. Это очень серьезная работа проведена. Максимальная загрузка должна быть людей, чтобы люди пользовались вот этими всеми возможностями, уникальное оборудование, которое у вас сегодня оснащено. Лор-оборудование, аппаратура по офтальмологии, гинекологический кабинет, исследование и удаление камней из почек – высокотехнологичны, глубоко специализированы и детализированы. Процедуры – безболезненные. А в клинической лаборатории, например, все анализы выполняются без вмешательства человека. Их делают умные компьютеры. В скором времени откроется хирургическое отделение, которое способно поразить воображение любого нормального человека, привыкшего к традиционным скальпелям и йоду. Но об этом нам еще предстоит рассказать. А пока воображение гостя поразили и зимним садом, в котором все от экзотических цветов и птиц – настоящее. Море, как на ладони, и бассейн с чистой морской водой под открытым небом. Восхищен был Владимир Свеженец и тем, что в Анапе все специалисты муниципального контроля объединены в одну единую службу. Теперь специалисты управления муниципального контроля будут поддерживать законный порядок в строительном законодательстве на территории Анапы. И вы теперь всегда узнаете этих людей по форуме автомобилем со специальным обозначением. Руководитель краевого департамента оценил новое подразделение как передовой опыт, за которым в скором времени приедут со всего края. Мы приедем сюда и пригласим сюда всех глав муниципальных образований. Для изучения именно вот этой практики работы. А у вас сегодня самая сложная задача – наработайте.